Приветствую, мои дорогие зрители! Вы на канале Славянка Букса. Здесь мы о книжках рассказываем, и сегодня я вам расскажу о том, что читала в август. Вот задержалась я с августом, но август у меня был вообще таким жутким месяцем. Блин, я болела полмесяца, потом еще куча проблем навалилась, и мне было некогда что-то вам рассказать. Но я вас удивлю. Удивлю я вас тем, что посмотрите, сколько бумажных книг я прочитала. Потому что обычно я читаю уже электронные версии на планшете или на читалке, а здесь бумажные вообще шоки, сама от себя в шоке. Давайте по порядку расскажу. Были хорошие книги, были книги одноразовые, были те книги, которые я действительно хочу со временем забыть и перечитать, настолько они интересны. Ну и, в принципе, самой большой книгой, которую я наконец-то закончила читать в августе, это был «Давши клятву» Сандерсона. Ну и вы понимаете, что отдельный рассказ о нем я в первую очередь и выпустила. Заходите на канал, обязательно смотрите мои впечатления о «Давши клятву». Ну а здесь мы поговорим о более мелких книжках, среди которых даже есть, вы не подумайте, вы будете в шоке, классическое произведение. Досмотрите до конца, и вы узнаете, какое классическое произведение смогло осилить. И мало того, оно мне даже понравилось. Начнем, пожалуй, с книжки, которая для меня стала неожиданностью, приятной неожиданностью, и стала той, которую я действительно хочу перечитать со временем. Это вот такая книжка, это Маркус Зусак «Книжный вор». Мне очень нравится то, что эта книжка в очень лаконичной обложке. Вот сколько я встречала переизданий этой книги, огромное количество, куча разных вариантов обложек с рисунками, с постерами из фильма, с творчеством разных художников и так далее. Но вот это вот мне почему-то нравится больше всего. Это книга писателя, который мне первоначально не понравился. Я начала знакомиться с Маркусом Зусаком, его «Глиняным мостом». И помните, я вам рассказывала, что «Глиняный мост», он писал его очень долго, а я читала его очень долго. И настолько стиль автора, его повествования, вот эти вот скачки времени, отсутствие каких-то разграничителей, меня как бы вот не впечатлили вообще. И я была разочарована. Но потом я поняла, что, наверное, я не с того начала знакомство с этим автором. Посмотрела на Лайвливе, почитала отзывы и поняла, что нужно начинать именно с вот этой книги, чтобы проникнуться стилем авторским. И тут случайно подвернулась эта книжка всего за 200 рублей. Я думаю, надо брать, потому что, ну, почему бы нет? Значит, здесь рассказывается о событиях 1939 года, с 1939 года и так далее в Германии. Лизель Мемингер, ей 9 лет. Она с матерью, которая коммунистка, едет в Мюнхен, в предместье Мюнхена. Мать собирается оставить ее каким-то людям на воспитание, потому что боится за ее жизнь. Она едет вместе с матерью и братиком. Но по дороге братик погибает, его хоронят, а Лизель становится обладателем первой своей жизни книги, которая называется «Наставление могильщику», по-моему, так называется. Лизель попадает на Химмельштрассе, Небесную улицу, в семье Розы, Розы и Ганса Хуберманов. И если Ганс вызывает сразу любовь и чувство, знаете, такой вот, такой милый дед или хороший отец, который, блин, у всех должен быть, то Роза сначала вызывает отторжение, думает, что за хопалка вообще, почему она досталась этой бедной девочке? Но со временем понимаете, что Роза другая, другой человек, и в конце, когда погибла Роза, о боже, что я несу? Не буду вам спойлерить. Поискование ведет смерть. Но здесь смерть не старуха с косой, как мы привыкли, дряблая бабка, а здесь смерть молодой, приятный человек, который выбрал себе Лизель как, знаете, ориентир. И ему очень интересно наблюдать за этой девочкой. Он рассказывает все перипетии истории. И мне понравился стиль написания, то, что он немножко рассказывает нам вперед, типа, а вот этот персонаж потом погибнет вот так-то. Но перед этим давайте я вам расскажу, чем он прославился, ну и так далее. Ну как-то вот такой своеобразный стиль. Сама книга вообще начинается неожиданно. Она начинается со слов. Вот вам неожиданный маленький факт. Когда-нибудь вы все умрете. И как бы эта книга направлена на то, чтобы не бояться, наверное, смерти, да? Еще мне понравилось, что здесь автор принимает прием книгов к НИЕ. Одна история большая, в которой спрятана вторая, третья и четвертая истории сами по себе. Причем одна из этих историй, она нарисованная. Вот так вот, вот так вот она изображена. То есть история, которая нарисована. И которая тоже читается, как сказка определенная. Написана необычно. Язык такой колючо-живописный. Сначала было трудновато воспринимать его, потому что, ну там, свинюха на свинюхе, и свинюха и погоняет, и черный юмор, и вот эти вот все словечки народные, простонародные. Но с живописными описаниями природы, с прекрасным, вот таким, творческим настроем, с психологическим подтекстом, в конце концов, ты привыкаешь к этому языку настолько, что просто уже берешь и выписываешь эти цитатки и думаешь, да блин, бытовая мудрость, она же тоже имеет место быть. А здесь ее просто вот завались этой бытовой мудрости. Некоторые фразы мне вообще нигде раньше не встречались. Например, такая. Он убил себя за то, что хотел жить. Скажут, что это просто романтическая история маленькой девочки в сложных жизненных обстоятельствах, нацистская Германия, и же с ними и так далее. История выживания семьи, евреев, ну и так далее и тому подобное. Ну нет, здесь больше, чем история. Эту историю хочется перечитывать, эту историю хочется впитывать, эту историю хочется забыть и заново, заново ей наполниться. Короче, респект Марку Зусак. Продолжу теперь, наверное, прочту его книгу. Я посланник, потому что... А может потом я обещала себе, что я вернусь к Глиняному мосту, и я это сделаю в следующем году. Следующий. Карина Янглейзер. По-моему, так. Карина Янглейзер. Вандер Брикенес со 141 улицы. Я периодически читаю детские книжки, ну потому что в силу своей профессии и в силу того, что я окружена детьми, мне интересно, а что же сейчас читает современная детвора, молодежь и так далее. И вот одна из последних новинок. Это Карина Янглейзер. Вандер Брикенес со 141 улицы. Уже, по-моему, есть и вторая часть. Это такая милая семейная детская книжка. Накануне Рождества ее советую приобрести и прочитать. Здесь рассказывается история домовладельца, злого домовладельца, который решил пред самым Рождеством выселить многодетную семью своих соседей на улицу, не продлевать с ними контракт. И вот эти дети, которые там были, это две близняшки. Это мальчик и маленькая девочка. Получается, один мальчик, три девочки. Они решают сделать все, чтобы этот злой домовладелец передумал. И они изначально хотят ему сделать подарки, быть такими добрыми, хорошими детьми. И каждый думает, почему этот домовладелец, вот они вот, например, 10 лет там жили, и тут он решил их выгнать. Что же случилось? Каждый ребенок думает, что, наверное, это из-за них. И они пытаются это исправить. Каждый ребенок уникален, неповторим. Девочка-изобретательница, мальчик, который любит читать. Девчонка-милашка-маленькая, которая всем пытается угодить, и улыбашка невозможная. Родители прекрасные. И история построена на том, что дети пытаются сделать приятное домовладельцу, но у них получается обратный эффект. В конце концов, все будет хорошо. Книга наполнена добротой, юмором, семейными ценностями. Короче, все, что нужно для новогодних каникул, наверное-таки. Берите на заменку те, у кого есть дети, берите эту книжку, советуйте. Ну и сами, значит, чтобы зарядиться позитивной эмоцией, потому что книжка маленькая, с прекрасными иллюстрациями. Must have. Следующая книжка — это книга Энди Вейера «Артемида». Почему я приобрела эту книгу? Потому что с Энди Вейером я познакомилась еще, когда, помню, услышала новость о том, что Ридли Скотт будет снимать «Марсианина». И я такая, что за «Марсианин»? И стала искать. Оказалось, что это экранизация книги Энди Вейера. И я прочитала «Марсианина» просто, знаете, на одном дыхании, потому что, ну, такого я не встречала. Как говорит здесь, автор просто, он берет науку, популяризирует ее, простым языком для нас рассказывает и объясняет, как действует наука. Как бы Робинсон получился в космосе, ну, что такое смесь, плюс наука. Здесь у нас главная героиня уже женщина, девушка, вернее. Даже сказала девочка, наверное, ей 16 еще. Вот, смотрите. Это, значит, действие происходит уже на Луне. Другими людьми построена колония Артемида. И люди, в принципе, занимаются над колонией теми же делами, что и на земле. То есть здесь и строители, управители, садоводы, политики и их же с ними. И вот перед нами история девушки-курьера по имени Джаз, которая мечтает выбраться из нищеты, а ее отец сварщик, и она тоже училась на профессию сварщика, но сейчас работает курьером, чтобы жить, ну, нормальная мечта, да, жить как все, жить богато, жить, позволить себе много всего. И она вот пытается незаконным способом, она курьер, напоминаю, и сами догадайтесь, какой незаконный способ она использует, чтобы обогатиться. И вот однажды ей предлагают работу в течение одной ночи. Она должна вывести из строя четыре крутых комбайна или трактора, не помню, такие машины огромные, которые добывают уголь на одном из лунных кратеров, и за это ей оплачивают, ну, той валютой местной лунной. И она, в принципе, может больше не работать из-за этой валюты, и жить прекрасно, и отцу помочь, и все что угодно. А она такая отчаянная, хитрая, умная, что она говорит, а почему бы и нет, как бы в омут за головой. И вы понимаете, что все идет не так, как надо, и, в принципе, ситуация выходит из-под контроля, и она оказывается втянута в ужасную международную, межгалактическую, я бы сказала, мафию и проблемы, и все остальное. И тут на нее все наваливается. Где-то до середины книжка идет, так, знаете, медленно-медленно. Нам объясняют, что это за колония, как люди приспособились к Луне, как они общаются с людьми на Земле, а почему они вообще там оказываются, кто там оказывается. В общем, подробно-подробно автор нас знакомит с ситуацией. Во второй половине книги действие идет намного быстрее, активнее, там прям события сменяют друг к другу, но здесь перенасыщение науки. То есть, если вы любите просто космическую фантастику и без вот этих всех научных доказательств, просто описания, что там и как, то это не для вас, потому что здесь законы физики, законы химии, математики, и все это подробно вплетено в повествовании, авторам объясняется, сколько нужно там баллонов кислорода, какого объема должен быть газ, СО2, почему именно его используют, и все в этом духе, как действуют рессоры. Мне это немножко подутомило, немножко, потому что я не очень в этих вот точных науках, как босику, поэтому меня немножко подутомило. А в принципе, та книжка неплохая. Ну, некоторые еще говорили, что здесь главная героиня, ну, просто, знаете, Мэрис Юшная, Мэрис Ю с роялями в кустах. Ну, от этого книжка не становится плохой. Да, здесь Мэрис Юшностью попахивает, но, правда, она спасается из таких катастрофических ситуаций, что ты думаешь, ну, точно померла, но на самом деле нет. Ну, это, в принципе, и неплохо, потому что, а как ей еще выживать? Как бы, рояльчики автор подкидывает один с другим, но сам сюжет интересный. Наука накидана грамот. Следующая книжка, это книга Мэтта Хейга, «Собственность мистера Кейва». Книжка, видите, это даже, не знаю, роман, не роман, это повесть, скорее всего, да, это повесть. Это, я знаю, что Мэтт Хейг, это современный британский автор. Я с ним не знакома, думаю, почему я с ним не знакома. Действительно, классный британский автор, который пишет на актуальные темы и проблемы. Терренс Кейв, антиквар, он потерял всех своих любимых людей. В конце концов, у него осталась только дочка, которой 15 лет, и, как вы понимаете, подростковый возраст, прям в голову бьет ключом. И дочка не хочет подчиняться, а мистер Кейв хочет ее уберечь от проблем. И здесь книга написана в виде дневника, или в виде письма, который этот Терренс Кейв оставил своей дочери. Вот такая исповедь. И ты читаешь, и прям, знаешь, забираешься в голову этого мужика, которого одолевают сомнения. Виноват ли он в смерти собственной живуны? Если виноват, то как он мог поступить? Почему сын так себя вел после смерти матери? И что бы можно было сделать, чтобы уберечь сына от гибели? Что случилось бы, и как пошло бы по-другому ситуации, если бы он не был таким тираном и не был жесток в своей дочери? Вы знаете, я как мать-подростка, мне было интересно и любопытно это почитать, потому что чувство родителей, которые не узнают своего милого ангелочка, того милого ангелочка, которому был ребенок в 5 лет, а тут ему в 13-14, и он превращается просто в демона порой. И ты такой, блин, а где же та ромашка, которую я холила или леяла, куколки и бантики, а тут хопа в черном во всем, жуть какая-то, и что она себе, и она что-то хочет, и ты ее не понимаешь, и так далее. И вот мистер Кейв пошел по самому, наверное, простому пути. Он установил ряд правил, которые просто абсурдные, и это вылилось в плохую ситуацию, потому что девчонка это делала все на виду хорошо, а за глаза ничего, соответственно, хорошего, и она нарушала все правила, которые только можно было. И такие отношения привели, в конце концов, к трагедии, к сожалению. Здесь посыл прямой. Дайте своим детям дышать свободно. Они такие же люди, как и вы. У них есть свои интересы, у них есть свои проблемы. И если вы будете закрывать их в клетки, то потом эти же клетки станут оружием в их руках против вас, а это плохо. Рекомендую всем родителям подростков, рекомендую всем вообще тем взрослым людям, которые еще не отпускают свои подростковые проблемы. Эта книжка, как хороший психолог, 100%, вот, я думаю, поможет. Плюс она небольшая. Следующая книжка, которую я взяла читать на волне всеобщего, наверное, хайпа, расхайпа, это Бен Оливер «Петля будущего». И вы знаете, первую половину книги я прям заглатывала, я читала, и думаю, какой автор молодец, как же он круто, все это придумал. А все почему? Потому что я фанат сериала «Черное зеркало», я фанат вот это вот, всяких фантастических идей о будущем и так далее. Вот это мне все нравится. И здесь как раз автор говорит, что перед нами вот недалекое будущее, а именно такая, знаете, галактическая тюрьма, какая-то перед нами аркан, высокие технологии, где заключенные, в принципе, не охраняются, потому что у них уже в мозг вставлен чипы, за ними там эти два квадрокоптера летают, и вообще все устройство тюрьмы очень прикольное. И вот один из заключенных перед нами, это Лука Кейн, которого посадили, в принципе, ему дали, как и остальным в этой тюрьме подросткам, тюрьма для подростков. Остальным подросткам дали шанс мобилизировать себя, модернизировать, шанс модернизировать, добавляя себе сроки жизни. То есть они, в принципе, приговорильные к смерти. Но если ты заключаешь контракт и разрешаешь себя модернизировать, например, сердце себе там поменять, установить имплант какой-то там и так далее, то есть над ними проводятся медицинские эксперименты с технологиями, то ты продлеваешь себе срок заключения, значит, жизни. И вот там несколько человек этих постоянно сидят, они не общаются ни с кем, только с надзирателем, который один, и который приносит им пищу и передаётся им всевозможные вести с фронтов, вести с того самого будущего, которое там творится. Знаете, показалось мне это такое вот начало, как, знаете, мир дивергента, вот что-то такое. И читается легко, и интересно, и закрученный сюжет, и думаешь, что же этот Люка Кейн должен сейчас сделать, как же он сбежит, потому что в аннотации написано, что произойдут какие-то события, и Люка этот Кейн сбежит, и как бы потом всё это завертит, как же он сбежит, как же он сбежит, а тут атмосфера ещё нагнетается, нагнетается автором, что вот его должны очередной раз казнить, или очередной раз модернизацию ему сделать, который может его убить, и так далее, и тому подобное. Но во второй части книги начинается бред бредовый. Вы знаете, такое ощущение, что первую часть писал один автор, а вторую часть подсели, просто из-за него дописали. Я всё ждала, что же это будет за момент такой, который позволит этому парню сбежать. А момент элементарный. Начинается Третья мировая война. Та-дам! Всего лишь Третья мировая война. Везде подрубается электричество, и заключённые вырываются наружу. И тут нас ждёт ходячие мертвецы про подростков. То есть автор пересмотрел, видимо, сериал, перечитал комиксов, и понеслась. Эти подростки из тюрьмы вырываются на улицу, на улице города, где ведётся борьба. Люди превратились в зомбаков, которые проворно бегают, всех грызут, уничтожают. И понеслась. И вы знаете, я вот на этих зомбаках так застряла, что я даже дочитывать эту книгу не хотела, потому что у меня не было сил этого делать. Но потом я всё-таки её дочитала и поняла, что автор-то с претензией на продолжение. Ну, извините, продолжение читать я точно не буду, потому что началось всё за здравие, а закончилось. Мама, дорогая, здравствуйте. Ужасно просто. Нет. Фу. Нет, не моё. А вот следующую книжку я прочитала с удовольствием «И начало, и конец, и середину». Она довольно объёмная книжка. Написала её Анастасия Гор. И называется она «2.36 по Аляске». Удивительно, что многие не знают об этой книге. Она, наверное, не так широко разрекламирована, как прошлая. Но книга достойна. Для всех, кто любит антиутопии, для всех, кто фанат «Голодных игр», «Дивергентов», вот этих вот всяких вселенных и всё остальное, это просто вот лучший подарок для вас будет, если вы эту книгу найдёте и прочитаете. Начинается всё как типично подростковая антиутопия, где главная героиня просыпается на утро и понимает, что все остальные люди вокруг заснули и литургическим сном, и она не может их разбудить. Все часы остановились на 2.36, она находится на Аляске, и она понимает, что что-то не то. Почему все заснули, а она не заснула? И она начинает своё путешествие, потому что у неё в Америке остался брат и сестра, и она намерена их найти. Она надевает рюкзак, берёт с собой необходимые вещи и отправляется в путь. И идёт она довольно долго, находится в полном одиночестве, никого не встречая, как неожиданно в закрытом доме на неё нападает лучшая подруга, которая неженая проснулась и стала фурией, орёт там, кричит, и всё. Ей повезло, потому что на помощь ей приходит группа подростков, таких же, как она, выживших или не спящих, и они спасают её от этой фурии, и мало того, они берут её с собой в свой лагерь. Там она знакомится с ними поподробнее. Главную героиню зовут Джейми, она довольно сильная девушка, и мы видим, что она не меняет своих принципов на протяжении всей книжки, то есть она как была упрямая, сильная, своенравная, и очень такая добрая, открытая, так она остаётся в течение всей книги. Второй персонаж это Крис Роуз, это чувак, у которого есть свои психические проблемы, он будет парой Джейми, но мне очень понравилось, что в этой книге куча второстепенных персонажей, у каждого есть своя история, каждый офигенно, классно прописан, и автор не зацикливается на Роуд Муи, то есть она собралась и куда-то идёт, идёт, идёт с этой компанией друзей. Нет, они оказываются в лагере, и там их настигают другие проблемы. А в третьей части книги это как вообще нас ждёт виртуальное путешествие в мир снова кошмаровый и всего остального, как бы автор уже накрутила так накрутила, но она накрутила это правильно, потому что вот это всё, оно смешано хорошо, взболтано, да, и всё это превратилось в офигенно классный коктейль из антиутопии, боевика, любовного романа, триллера, единственное, что мне не очень понравилось, это супер розовый хэппи-энд. Вот я почему-то ждала, что хэппи-энд должен быть в этой истории не очень хорошим, потому что кругом ходят вот эти вот не спящие, плюс это в лагерь, куда они попадают, там какая-то секта орудует, и их цель выжить и найти себе подобных, спасти своих любимых и так далее, воспользовавших своими способностями, которые у них неожиданно открываются. И я думаю, что должен кто-то погибнуть, какие-то потери должны быть, но автор решил, что а фиг ли всем погибать, давайте мы вот хэппи-энд так хэппи-энд, чтобы все читатели остались идеально довольны результатом, но я не осталась довольна таким результатом, я люблю пожёстче результат, чтобы был. А так, книга достойная, удивительно, что мало кто про неё знает, теперь я вам про неё рассказала, обязательно берите, читайте, вам понравится. Следующая книга детектив-триллер это Лорен Энн Уайт «Утонувшие девушки». С этим автором я не была знакома, я знала, что напишут детективы и все вот в такой серии высшая лига детектива, но я так поняла, что это больше не детектив даже, а какой-то, знаете, романтический триллер, оказывается, и такие бывают, вот теперь я с этим жанром познакомилась. Здесь у нас история детектива, сейчас скажу, как же её звали-то, Энджи Паларина, детектив Энджи Паларина, и она ведёт расследование, естественно, раз утонувшей девушки, о девушках, которые утонули, но не утонули не сами, их убили. И вместе с этим расследованием она ознакомится с новым начальником, который так или иначе становится её романтической линией. То есть автор здесь нам две истории впихнул в одну книгу. С одной стороны, это расследование убийства вот этих молодых, красивых, юных девушек, которые пропадают из собственных домов и потом их находят убитыми на кладбищах с жуткими подробностями, там расписано всё, как это происходило, фу-фу-фу. А вторая линия это романтическая связь Энджи Паларина с её начальником и вообще история самой Энджи, которую она раскапывает не хуже, чем утонувших девушек. Что мне понравилось? Мне понравилась детективная линия, она была связана, она была логично выстроена. Я не могла догадаться, кто этот убийца, хотя здесь отсылок очень много. Но ещё больше мне понравилась история самой Энджи. То есть там очень много нестыковок, и она в конце концов выясняет свою семейную тайну, которую ей ещё копать и копать. И в принципе там вот эта тайна была интереснее предыдущей. Что мне не понравилось? Мне не понравилось наличие сексуальных сцен. Я считала их лишними, это раз. Мне не понравилось, что здесь романтические отношения перемешаны с убийствами и так далее, но я не привыкла в триллерах к романтическим отношениям. Хотя если брать то, что это романтический триллер, то вполне. Мне понравилось. Как бы Лорен Эн Уайт будет потом ещё читаться. Я думаю, мне прям интересно, что же там ещё откопает Энджи Паларина о своём прошлом. Ведь её прошлое просто удивительное. Следующая книжка это проза Люси Кларк «Виновата море». История двух сестёр, которые совершили два путешествия. Сначала младшая сестра уехала со своим молодым человеком в Кругосветку и она неожиданно умирает, совершает самоубийство на Бали, прыгает со скалы. Потом старшая сестра решила, что ей нужно выяснить, что же произошло. Она не верит, что её сестра могла сама совершить самоубийство. Она отправляется в путешествие по следам своей сестры вместе с её дневниками и читает эти дневники по мере приезда в те или иные места. Я вот одного не поняла, почему нельзя было в дневнике её сразу почитать? Ведь в этих дневниках отгадки просто на все вопросы. Вот принесли я эти дневники, взяла, прочитала, уже всё знала. Ну нет, ей нужно было поехать в это путешествие и подробно эти дневники изучить. Вот это, конечно, не стыковка логическая, но с другой стороны, это путешествие нужно было старшей сестре не меньше, чем младшей, потому что её жизнь полностью изменилась после этого путешествия. Она передумала выходить замуж, она нашла свою настоящую любовь, она разобралась со своим прошлым отцом и проблемами в том, что она винила себя в гибели сестры и так далее. То есть это такой психологический тренинг. Вместо того, чтобы тратиться на психолога, она потратилась на это охрененно крутое путешествие, где её там чуть не ограбили, не убили, не побили и так далее. Ну, а название книги уже отвечает на вопрос, что же случилось у младшей сестрой. Да, вот, виновата, море. Ну, понятно, море алкоголя, если так чуть-чуть добавить информации. Следующая книжка, это книжка «Нонфикшн», называется «Томас Эриксон», написанная, называется «Если вам кажется, что кургом вас одни идиоты, возможно, вам не кажется». И Томас Эриксон берёт известную теорию о темпераментах, о четырёх типах темпераментов сангвиники, меланхолики, холерики и... сангвиники, меланхолик, холерик и флегматик. И рассказывает о темпераментах немножко с другой точки зрения. Он делит всех людей на цвета. У него там синие, зелёные, красные и жёлтые. И вот он говорит, что вот эти вот люди, если их разделить на цвета, то к ним можно как-то приспособиться, найти какие-то свои выходы, найти определённые подходы к этим людям и быть, в принципе, идеальным собеседником для каждого из них. Ну, что я вам хочу сказать? Я теорию темперамента прекрасно знаю, знаю, что люди бывают разных темпераметров. От этого зависит их работоспособность, дружелюбность, отношения и так далее. Так что Томас Эриксон ничего нового мне не открыл. Единственное, что нового мне открыл, я поняла, что я жёлтый. Ну, как бы я, по всем спискам, которые у него там есть, я жёлтый. Всё. Ты-ри-ты-ты-ты, солнышко. Ну, наконец, последняя книга, о которой я хотела вам рассказать сегодня, это Иван Сергеевич Тургенев, «Дворянское гнездо». Я начала читать эту книгу, потому что у меня просто, знаете, другой, наверное, под рукой не было. Эта книжка лежала, я думаю, ну, почитаю, посмотрю, а что он там, собственно, написал. Никто же меня не это... не заставляет, если не понравится, отложить, да. Тургенево, я помню, со школы, это Муму, прежде всего, это «Первая любовь», по-моему, повесть Ася. Вот «Дворянское гнездо» я не читала. И как-то я не особо... А, «Отцы и дети» ещё. И не собиралась это «Дворянское гнездо» читать, но, вот, знаете, я как-то начала его читать, и сначала это было как-то нудновато, описание эти подробности, но потом сама история, которую рассказывает Тургенево, меня так захватила, что я думаю, офигеть, какие там происходили в 19 веке сердечные отношения, какие там, знаете, Малахова дыхает, там такой вот, такие падшие женщины, там жили прекрасные мужчины. И я на одном дыхании прочитала эту повесть, а в конце я так не годовала, думаю, ну как же вы думаете, зачем вы так поступили, ну как, ну почему вы отказались от собственного счастья, вот негодяи-то какие? А потом поняла, что в 19 веке, в принципе, так и должно быть. Благодетельная девушка, не зря же есть такое понятие, как тургеневская девушка, это та, которая красива, умна, чиста, благочестива и готова пожертвовать собой ради счастья другого человека. Что здесь и происходит? Ну я вообще не тургеневская девушка, вообще, наверное, абсолютно. Может быть, гоголевская какая-нибудь, знаете, салоха, но явно не тургеневская. Мне понравилось, мне понравилось, я вспомнила, что тургенев пишет действительно замечательно, тургенев пишет интересно и, возможно, я прочитаю еще несколько его повестей, но не бежен лух, не природа, а вот что-нибудь такое душевно-романтичное. Вот. Пишите в комментариях, что вы читали в августе, какие книжки вам зашли, какие не зашли, какие книжки взяли на себе на заметку из моего рассказа. А с вами была Славянка, подписывайтесь на канал. Пока-пока! Славянка!